Друзья, ну что, добро пожаловать в Жавакару, новый отель, отель, который пользуется невероятной популярностью, и скажу вам по секрету, что он уже до весны в стопе, но я вам найду местечко. Друзья, всем приветствую в отеле Жавакара. Друзья, гостей встречают приветственным напитком, напиток натуральный, имбирь, маракуйя, мята, очень освежающий напиток, как раз с дороги, приезжаете на катере, и вас обвивает такой легкий бриз морской и суперский напиток. Класс! При въезде на остров Диру на берегу океана есть волейбольная площадка. Едем по мостику. Этот мостик соединяет основной остров Майбин с островом Диру. Майбин – это у нас главный большой остров, а Диру – это поменьше островок, и длина мостика 700 метров. Гости также по этому мостику перемещаются на велосипедах, тоже удобно, либо на багги. Это у нас а-ля-карт ресторан «Куми». Сюда мы сегодня отправимся с вами обедать. А вот здесь вот вечером организуют красивые романтические вечера, украшают фонариками. Вот такие остановки есть, тоже удобные, с зонтиками, со скамеечками. Мы заселились в нашу виллу. Отель Жавакара состоит из двух островов. Один главный называется Майбин, это большой остров, и один маленький называется Диру. Два острова. Жить мы будем на острове Диру. У меня пляжная вилла с бассейном, с выходом к океану. И давайте, друзья, я вам ее покажу. Она достойна внимания, она просто конфетка. Это у нас наша вилла, она у нас с бассейном. Вот так вот рядышком близко находится океан. Вилла очень приватная, слева, справа мангровые заросли, кустики. Здесь есть у нас два лежака с зонтиком. Особенность данной виллы, друзья, в том, что, смотрите, у них вход начинается и расположен с террасы виллы. То есть у нас нет основного входа, это все так виллы здесь построены, такой конструктив. У нас номер виллы номер 16, вдруг кому-то будет интересно. И дальше мы с вами попадаем в нашу прекрасную виллу. Вилла мне очень нравится, сразу скажу. Вилла просторная, большая, здесь очень много воздуха, высокий потолок. Нам комплементарно предоставили бутылочку просека. Вот так вот. Орешки. У нас одна большая кровать King Size. Есть у меня с моей стороны часы. Они же выполняют функцию беспроводной зарядки. С розеточками тут тоже все хорошо. Есть USB-выходы. Есть рабочая зона, письменный стол, что очень удобно. В шкафчиках очень много пространства, много полочек разных. Есть два зонтика, утюг, гладильная доска. Так, в этом шкафчике у нас два халатика. Отель новый, все новенькое, халатики классные. Также еще дополнительные вешалки. Есть мешочек для стирки, сейф, сумочка пляжная живокара и тапочки. В этой части у нас расположен мини-бар. Хочу обратить ваше внимание, насколько он обширный и сколько здесь всего-всего представлено, если вы пребываете на плане питания «Все включено». Итак, друзья, помимо чай, кофе, это все стандартно, это все пополняется на любом типе питания у вас каждый день. Ну а если вы на «Все включено», то у вас будут алкогольные напитки. Вот эти вот, это все будет включено. Чипсы, снеки. Дальше, друзья, у нас мини-бар. Вот это вот все тоже на плане питания включено. Просто шикарный мини-бар. Вот это все включено. И, друзья, даже включено вот этот вот винный шкаф. Здесь у нас 5 видов бутылочек вина. Друзья, пишите в комментариях, как вам вообще в целом мини-бар в отеле. По мне это просто потрясающе. Здесь у нас есть зеркало. Рядышком еще одно зеркало в полный рост. Ванная находится за раздвижной дверью. Тоже она достаточно просторная. Сразу обращу внимание, ваше очень удобно. Ну, посмотрите, здесь есть вот таких вот пара веревочек, где вы можете сушить белье. Очень это удобно. Тоже не всегда хватает в отеле. Очень продуманно, очень классно. Ванная у нас такая полуоткрытая, полу на свежем воздухе. Есть вот такой небольшой палисадничек. Здесь у нас всякая травка, кустики растет. Так, зелено, симпатично. Смотрите, как классно. Туалет. С этой стороны у нас две раковины, что тоже очень удобно. Здесь у нас полотенце. Это бак для использованных полотенец. И посмотрите, сколько здесь крючков. Тоже очень классненько. И здесь за раковиной у нас расположен тропический душ. По косметике, смотрите, у них есть для рук помыть, для тела лосьон. И есть даже алоэ вера после загара, после солнца. Также можете использовать. Тоже очень приятно. Есть кусочек мыльца. Здесь у нас вот такой вот шикарный шкафчик. Шкафчик. Открываем. Здесь у нас две мочалки. Есть бритвенные наборы, расчески, зубные щетки, пасты, ушные палочки, диски ватные, шапочки. Все-все-все, что необходимо гостям на отдыхе. Также есть вот такой вот прорезиненный коврик. Можете им тоже воспользоваться. В душ, например, положить. Ну и давайте с вами пробежимся к морю быстрее, потому что этот кусочек мне тоже очень нравится, друзья. Посмотрите, какая красота. Мне вообще уже не хочется просто даже выходить с виллы. Мне хочется здесь отдыхать, наслаждаться. У нас терраса, два кресла, столик, бассейн. В бассейне идет такая нарастающая глубина. С этой стороны поменьше, с этой стороны побольше. Глубина бассейна 1,1 метр. Очень удобно, что при входе на виллу есть вот такой кран с пресной водой. Вы всегда здесь можете ополоснуть ноги от песка, чтобы не носить песочек на свою прекрасную виллу. Спускаемся вниз. Два лежака, зонтик. Пляжные полотенца у нас тоже уже в номере. Друзья, ну и посмотрите, это, конечно же, в мальдивском стиле, когда вас встречают разными такими интересными моментами. И нам тоже написали на песке приветственную надпись. Приветствуют Юрия и Оксану. Даже, посмотрите, здесь использованы цветные краски. Цветной песочек, розовый, зелененький. Манты, дельфинчики. Боже, это так мило. Это просто супер-супер круто. Друзья, ну и посмотрите, какой у меня будет здесь пляж. Просто вау. Водичка, надо сказать, очень красивая по всему острову. Здесь у меня буквально 7-10 метров до воды. Хороший набор глубины. Просто отличный. Мягенький песочек. Очень классная вода. Берег. Друзья, посмотрите, какой шикарный берег. Это у нас ветка водных вилл, которая также располагается на острове Диру. Вот так выглядит моя вилла со стороны берега. И в эту сторону вот такой тоже пляж потрясающий. Друзья, ну что, это мой первый час пока что на острове. По первым впечатлениям самые положительные, самые классные. Я просто в восторге от океана. Отличная вилла, супер наполнение мини-бара. Этот отель однозначно берем на все включено. Потом чуть позже я вам расскажу, почему. Короче говоря, мне нравится, друзья. Очень классно. Не зря этот отель до марта в стопе. Но бывают моменты, когда он немножко там дает моменты, когда можно разместиться. Поэтому, друзья, запрашивайте. Обязательно будем вам бронировать данный отельчик. Ну и, конечно же, кто его рассматривает туда на более поздние даты. Апрель, май, лето. Тоже уже можно начинать бронировать. Потому что спрос на данный отель очень высокий. И мне теперь понятно, почему. Ну а я вам напомню, друзья, что меня зовут Оксана Панина. Я турагент. Живую, работаю в Москве. Работаю со всеми городами России. И не только с Россией. Если вы проживаете за границей, вы также можете у меня забронировать отель. Для этого вам нужно связаться со мной в WhatsApp. И я вам расскажу все моменты и детали нашей работы, которая будет у нас с вами происходить. А также, друзья, не забывайте подписываться на мой YouTube-канал. И еще теперь у меня хорошая новость. Мои ролики можно смотреть не только на YouTube-канале, а еще и на других площадках, таких как Rutube, VK-Video и Dzen. Все ссылочки оставляю под этим видео. Проходите, подписывайтесь и наслаждайтесь просмотрами. Ну и не забывайте, конечно же, бронировать. У меня ваше самое лучшее путешествие. Друзья, пишите в комментариях, как вам вилла в Живакаре. Мне очень понравилось. Просто чудесно. На острове Диру есть вот такая небольшая песчаная коса. Здесь можно сделать красивые снимки на память. Кстати, друзья, немножко истории по отелю Живакара. Когда вы его смотрите где-то на просторах интернета, очень часто видите там красивую птицу. И вас может натолкнуть это на мысль, что Живакара – это именно эта птичка. Но нет, друзья, это не птичка. Это просто птичка, которая пролетала над этим островом. А Живакара означает как раз-таки красивая, безупречная, умопомрачительная лагуна. Вот как раз-таки название говорит об этом в отеле. А птичка просто мимо пролетала. Друзья, посмотрите, какая красота. Да, какая невероятно красивая вода в отеле Живакара. Это просто что-то невероятное. Цвет играет, изумрудный. Где-то светлее, где-то темнее. Очень красивая и очень прозрачная. Прям чистейшая, как слеза. Друзья, посмотрите, какая красоточка у меня тут плавает. Вот такая миленькая, такая сладкая акулка маленькая. Ой, вторая еще, смотри. Вторая, вторая пришла. Друзья, вот это вот местечко, именно вот эта вот часть острова, называется Москов Стрит. Это для тех, друзья, кто боится, что вам здесь будет сложно без языка как-то. Вот здесь вот очень любят селиться наши гости. Поэтому вы здесь можете с кем-то подружиться, пообщаться. Детки могут с кем-то познакомиться. И лагуна здесь, ну просто, я вообще, я просто балдею от этих вод. Это ветка водных вилл на острове Майбин. Вилла смотрит на сторону Сансет и на сторону Санрайз. Перед нами сторона Сансет. Данные виллы смотрят на остров Диру. Пляжные характеристики хорошие и с той стороны, и с другой. Выбирайте по вкусу. Эта сторона Санрайз. С этой ветки водных вилл хорошо снорклить. Здесь хороший подводный мир. Можно увидеть черепаху. Акулки плавают. Если у вас план питания премиум All-Inclusive, в каждой вилле будет прикреплен бесплатно велосипед по количеству гостей. Видите, как интересно лежит кокос. Если вы не хотите, чтобы вас беспокоили уборкой, то вы этот кокосик ставите около двери, чтобы к вам не приходили, не убирали номер. Отель Живакара. Основной остров, большой, называется Майбин. И здесь мы смотрим с вами водную виллу с бассейном. Она ровно такая же, как и водная вилла на острове Диру. Одна большая спальня, просторная. Двуспальная кровать King Size. Телевизор. Мини-бар с шикарным наполнением. Все вот эти вот напитки входят в план питания All-Inclusive. Снеки, закуски, чипсы. Данная коробочка с кофе, с чаем пополняется каждый день. Мини-бар включен в премиум All-Inclusive. Винный шкафчик тоже включен в премиум All-Inclusive. Здесь у нас бутылочка Просека, два вида вина, белого и два красного. Ванная комната, просторная. Душ, туалет, полотенце, крючки, две раковины. Вот такой вот чудесный набор всяких средств. Здесь у нас зубные щетки, зубные пасты, станок для бритья, мочалки и все-все-все, что нужно туристам на отдыхе. Шкаф для хранения одежды. Здесь у нас хорошее размещение полочки, хорошие вешалки, утюг, гладильная доска, два зонтика. И в этой части два халатика, вешалки, сумочка пляжная и вот такие вот тапочки-сланцы Жавакара. Также здесь есть у нас терраса. Она просто великолепная, большая. На террасе два кресла-столик, два лежака, зонт, классный бассейн, глубокий, метр десять глубиной. Хороший спуск к водичке, широкая лестница, прорезиненная, не скользко. И виды у нас открываются на лагуну, на остров Диру. Вот здесь он находится. Привет, остров Диру. Мы с вами сейчас смотрим виллу на основном острове Майбин. И данное размещение, оно ровно такое же, как и на том острове вилла с бассейном водная. Друзья, я вам напомню, что меня зовут Оксана Панина. Я турагент. Живую, работаю в Москве. Работаю только онлайн со всеми городами России, а также даже с другими странами. Если вы смотрите мои ролики и вам понравился какой-то отель, вы всегда можете мне написать. И мы с вами это дело сделаем, подберем отель, оформим. Я все расскажу в личной консультации, как будет происходить оплата. Найти меня теперь можно не только на просторах YouTube, а также на других площадках, таких как ВК-видео, Рутуб и Дзен. Сегодня в этом ролике я хочу передать привет своей туристке, своей подписчице, которая живет в Америке, которая живет в штате Пенсильвания. И она будет очень скоро отдыхать в данном отеле. И вот сейчас я пришла на ветку водных вилл, собственно, где она будет проживать. Посмотрела все и как тут у них устроено. Немножко рассказала в ролике, да, Татьяна, смотрите. И, Татьяна, я вам передаю огромный привет с острова Джавакара. Привет! Друзья, и вот здесь вот хорошо снорклить. Это у нас водная ветка основного острова Майбин. Вот здесь вот хороший снорклинг. Здесь даже погружаются дайверы, чтобы посмотреть подводный мир. Поэтому и вы, друзья, приходите сюда поснорклить, посмотреть на рыбок. Ну, посмотрите, какая классная лагуна. Детки купаются. Супер! Друзья, острову всего лишь год. Смотрите, какой он зеленый. На острове можно перемещаться как на баги, которые вы можете вызвать через WhatsApp, через Баттлера. Либо можно передвигаться на велосипедах, которые тоже прикрепляются к каждой вилле. Гостям, если вы приехали отдыхать на плане питания премиум All-Inclusive. Если план питания ниже, то велосипеды будут за дополнительную плату стоимостью 10 долларов в сутки за человека. Вот так проходят мои инспекции в отеле. На острове, на каждом, причем и на Майбен, и на Адиру, есть свой фитнес-центр. Сейчас мы с вами смотрим фитнес-зал на главном острове Майбен. Выглядит он вот таким образом. Просторный зал с панорамными окнами на океан. Гостям предоставляются полотенечки, водичка, вот такой вот полезный напиток с яблочком. Можно фрукты еще взять. Первый этаж здесь, он больше предназначен для йоги, для растяжки. Такое вот у них тут мягкое, правильное покрытие. И на втором этаже у нас тренажер. Тоже посмотрите, какой потрясающий вид из окошек открывается. Очень красиво. Сюда, кстати, гости прибывают на пирс, когда вас привозят из Мали. На острове есть клиника, где первую помощь вам могут оказать именно здесь. И также вы можете воспользоваться данным случаем как страховым. Клиника выписывает вам документы, которые вы должны предоставить страховую компанию. И вам страховая сделает выплату. Но, опять же, помощь здесь оказывают такую первичную. Если что-то серьезное, конечно же, везут в Мали. И прежде чем воспользоваться медицинской помощью на острове, вы всегда должны сначала позвонить страховую компанию, обозначиться, сказать, какая у вас проблема. У вас есть полис страховой, там есть номер полиса, номер телефона, по которому звонить, а затем уже идти в клинику. Данное здание у нас называется MyBend Center. Здесь у нас фотостудия, магазины, разная-разная инфраструктура, которая тоже будет полезна гостям на острове. Очень красивые платьишки там висят. Обедаем сегодня в ресторане Уми. Это а-ля-карт ресторан, который располагается на первом и на втором этаже. Вот такой вот небольшой островок, круглый, в океане, около пирса. Находится на острове Диеру. Вот такой он симпатичный. Здесь у нас посадочные места есть на первом этаже со столиками, с видом на океан. Смотрите, как красиво. Просто вау. Вода, вода, вода меня просто очаровала, заворожила. Невозможно, красивая вода, друзья. Вы посмотрите на эту просто бесподобную лагуну. Это просто огонь. Это у нас закатная страна. И, друзья, вот здесь вот можно за столиком вечером, видите, как столики поставлены на сторону заката. И здесь гости могут наслаждаться напитками и встречать или провожать закат. Мы с вами пойдем на второй этаж. Друзья, посмотрите, как красиво здесь. Мы сидим у окошка, прямо у края. Ветерочек обдувает. Все окошки открыты. Очень классно здесь. Посмотрите, какие красивые виды открываются со второго этажа. Просто вау. Очень красивые лагуны. И вот там у нас главный ресторан нашего острова Зиру. Краски, друзья. Вы посмотрите, только какие краски океана. Чистейшая водичка. По центру ресторана расположен бар. Друзья, в данном ресторане, ресторане Уми, вы можете попробовать кухню азиатскую, японскую и китайскую. Мы себе заказали несколько позиций. Сейчас мы с вами поделимся своими впечатлениями. Я себе заказала роллы Калифорнию, а супруг заказал себе роллы под названием Драгон. Что скажу, друзья? Ну, конечно же, я рекомендую в данном отеле набрать питание All-Inclusive Premium. Данную концепцию, потому что при данной концепции у вас будет входить стоимость посещения а-ля-карт ресторанов. А питание в а-ля-карт ресторанах в этом отеле действительно достойно, очень вкусно. Сейчас мы вот находимся в Уми-ресторане. Ресторан японской, китайской, азиатской кухни. Здесь готовят очень вкусные роллы, потрясающие напитки. И, конечно же, здесь есть блюдо, которое вы не найдете на шведском столе. Очень вкусно. На основное блюдо у меня лосось, вот такой запеченный, с капустой брокколи, с рисом, с овощами. Также к рыбке подается соус. А у супруга у нас креветки в сладком соусе, тоже с рисом. Друзья, смотрите, как работает вообще заказ блюд в данном ресторане. Вы заказываете по сет-мениму. У вас будет на выбор три блюда из разных категорий. То есть, первая закуска, второе основное блюдо и десерт. На закуску мы взяли роллы, на основное блюдо мы взяли рыбу и креветки, и на десерт мы взяли мороженое. Если вы что-то хотите сверху, то это уже будет за дополнительную плату. Ну и, конечно же, напитки, если вы приехали на плане питания, если включено, они у вас будут также включены в страницу. Если нет, то нужно будет пригласить. Друзья, ну и на десерт, посмотрите, какой нам принесли фредевр. В целом, ничего вроде бы особенного, просто у меня щербет, а у мужа у меня кокосовое мороженое. Но посмотрите, какая подача. Тарелочка в виде ракушечки. А еще в ракушечке вот такая капелька, она с водичкой. Видите, она там ты-дын, 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 ты-дын. Туда холодная водичка бегает. А сама вот эта капелька дает такую испарринку. И выглядит это просто обалденно, друзья. Очень красиво и аппетитно. Сейчас мы отведаем мальдивского мороженого. Щербет огонь. А у тебя? Меняемся. Шарики. Я еще подумаю. У тебя очень вкусная кокосовая, друзья. Берите на заметку. Детский клуб в отеле Джавакара заслуживает отдельного внимания. Он здесь у них просто потрясающий. Его очень любят детки и их родители. Потому что отдав сюда ребенка, вы просто себе освобождаете свободное время. Можете плавать, купаться, загорать. А детки здесь будут у вас пристроены. Здесь проходят различные мастер-классы. Рисуют вот такие вот, например, кокосики. А потом посмотрите, как красиво они, кстати, оформляют свой палисадник. Делают вот такой вот заборчик из этих кокосиков. Так прикольно. Идемте в детский клуб вовнутрь, посмотрим, что же там интересного. Детский клуб поделен на части. Есть зона, где детки играют более старшего возраста. А вот эта комната, посмотрите, она очень большая. И здесь находятся детки, именно малыши с родителями, либо с сотрудниками, с представителями клуба. Здесь у них есть вот такая вот лазилка, маленькая горочка, игрушки для самых маленьких. Вот такая спортивная зона с лестницей, с качалками всякими. Смотрите, какая классная у них доска с лего. Можно здесь вот прямо на доске что-нибудь тут вот собирать. Весь этот конструктор вот так вот представлен в ящичках. Есть всякие профессии. Можно тут нарядиться в кого-нибудь, в доктора, в пожарника. Детский клуб от 4 до 17 лет. Друзья, обратите внимание, что здесь будет всем интересно. Вот эти вот поделочки детки делают как раз-таки вот в этом возрастном диапазоне. Есть вот такая спортивная площадочка в помещении. Здесь прохладно, кондиционеры. Есть, друзья, у нас вот такая площадка на свежем воздухе. Здесь можно поиграть в песочек, полазить по вот этим вот деревянным всяким сооружениям, поиграть в футбол. Естественно, что площадка данная огорожена, и детки никуда отсюда не уйдут, пока за ними не придут их родители. В детском клубе есть расписание занятий на каждый день с 10 утра до 6 вечера. Можно посмотреть, в какой час что проходит, и прийти на то, что вам интересно. И еще по возрасту. Смотрите, от 7 до 9, от 10 до 12. Очень удобно, от 4 до 6 лет. Смотрите, еще нашла на территории детского клуба батут, качельки, лазилки. Вот такие вот качельки. И, что интересно, у них есть даже свой маленький бассейн детский. Рядышком вот такие вот брызгалки. Здесь можно порезвиться, побаловаться. И вот такой вот бассейн глубиной 30 сантиметров. Рядом лежаки с зонтами, с полотенцами, где мама с папой могут расположиться и понаблюдать за ребеночком, быть рядом. Либо можете оставить ребенка в детском клубе. Здесь тоже за ним, конечно же, присмотрят. Друзья, пишите в комментариях, как вам в целом клуб. Я, честно говоря, потрясена, потому что он действительно очень большой. Находится на зеленой красивой территории. И здесь деткам вашим точно скучать не придется. А вы будете спокойны, что детки ваши под присмотром, а сами сможете наслаждаться отдыхом. Едем на ужин. У нас сегодня после ужина будет вайт-пати. И посмотрите, как красиво подсвечивается мостик между двумя островами. Такое ощущение, когда мы едем. Кажется, что мы едем по взлетной полосе. Мостик весь в огонечках. Вот так прикольно. Очень красиво. Не знаю, видео передает или нет, но на деле очень красиво. Вечером так хорошо. Ветерочек обдувает. Прохладненько. Супер. Ужинаем мы сегодня в основном ресторане. Но для нас накрыли столик на берегу океана с представителем отеля, где я выясняю все нюансы, все вопросы буду задавать по данному отелю. Ресторан просторный. Ходить здесь можно босичком. Песочек на полу. Здесь у нас винный погреб. Можно заказать спиртные напитки на ужин. Есть позиции, которые у вас включены во все, в план питания все включено. И вы можете ими пользоваться, заказывать. Но есть и, конечно же, позиции, которые будут стоить дополнительных денег. Смотрите, есть у них на ужин стоечка, такой островок, глютен-фри. Здесь у нас будут продукты без глютена. Так, макароны. Грибы. Тыква, овощи, сыр. Это у нас стол с салатами, с холодными закусками. Стол, где можно самим приготовить брускетту. Можно взять поджаренный хлебушек и что-то сверху себе положить по вашему вкусу. Вот такие вот интересные десертики еще тут у них. Помидорка с моцареллой и с оливкой или помидорчиком. Станция, где готовят горячие блюда. На гриле мясо, допустим, вот так вот это выглядит, свежее мясо, бифстейк. Здесь можно его попросить, чтобы вам прям горяченькое приготовили. Здесь уже у нас готовая горячая баранья нога. Есть вот такая вот головка сыра. И вообще здесь у нас станция в целом паста. Любые виды пасты с разными начинками готовятся. Это стол у нас с хлебом, масло, есть супчик один вид на ужин, булочки, хлеб, станция с фруктами. Давайте посмотрим. Очень много тайских фруктов. Рамбутан, личи, яблоки, дыня, грейпфруты, персик маракуйя, виноград, арбуз, драгонфрут. Здесь у нас папайя, ананас, мангустин, друзья, вспомнила название, сейчас я как раз его закажу. Мангустин, папайя, ананас. Это у нас линейка горячих блюд. Здесь у нас мясо с картофелем. Это у нас рыба в кляре, картофель. Овощи с сыром, баклажаны, с сыром фетан, брокколи. Паста с сыром, лазанья. На ужин представлено три вида мороженого. Здесь у нас стол с десертами, выпечка сладкая. И, друзья, у нас есть детский буфет. Давайте посмотрим, чем деток угощает. Здесь у нас рис, типа плов с овощами. Так, это рыбка, рыбка на пару. А здесь у нас биф-кебаб. Интересное у них тут наполнение стола. И чики-наггетс. Также у деток есть свои овощи. Капуста, помидоры, огурцы, морковка. Разные листочки салата. Так, здесь у нас пекут вот такие, типа чурос. Ну, бомболинь. А, сегодня у нас бомболиньи. Вчера были чурос. Ага, ну, это тоже такие вот из теста. Фоми ту штук. Ага. Вот, короче, я себе тут заказала бомболиньи. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Бомболиньи можно еще сверху чем-то сладеньким заправить. Ага, вон, какие бомболиньи. Прикольные, большие такие штуковины. Также на ужин представлен уголок индийской кухни. Здесь у нас медиа, самса, чикен спринг роллы. Вот такая вот курочка. Конечно же, эти блюда все с карри. Кто любит, кто не любит, друзья. Рис. Пахнет вкусно. Здесь же чипсы очень вкусные. Мясо. Мясо курицы. И здесь рыба. Есть отдельное помещение кондиционируемое. Здесь представлены разные десерты и овощи. Также в данном кондиционируемом помещении у них представлены сыры. Хороший такой ассортимент. Смотрите, сколько сыров. Колбаска. Фарма. Разная нарезочка. Здесь у нас сладкий, теплый пирог. Кстати, очень вкусный. Всегда обращайте внимание вот в такой штуке. Теплый пирог. Он бывает шоколадный, бывает сливочный. Очень вкусные тортики. Разные муссы, шоколадные десерты. Вот такие интересные штуковины. Вот такой есть мусс красивый с малиной, с манго. Тортики. И здесь у нас стол с салатиками. Салаты можно приправить по своему вкусу разными приправами. Масла, оливковые, бальзамический соус, кукуруза, брокколи. Листочки разные, морковка, помидоры, огурцы. И, друзья, что было для меня интересно, я в этом отеле увидела редиску. Редиска подается на завтрак, обед и ужин. Всегда вот в таком большом количестве, такая аппетитная. Две фруктовые водички. Одна арбузная и одна с огурцом. Ну, а я себе взяла на ужин вот такую фруктовую тарелочку. Мангустины. Видите, как красиво режут. Папайя, ананас. Друзья, посмотрите, какая чудесная у нас здесь атмосфера. Кушать можно как в ресторане здесь, в здании. Там тоже хорошо. Но вот здесь вот на улице, на свежем воздухе, где легкий ветерочек, абсолютно не жарко. И вот такая красота, друзья. Посмотрите, какие пальмы. Как красиво. Бассейн подсвечивается. Очень приятная атмосфера на острове. Друзья, сегодня у нас ужин с представителем отеля Халима. Знакомьтесь. Все для того, чтобы ваш отдых проходил наилучшим образом. Вечером у главного ресторана играет диджей. Здесь можно потанцевать. Танцевать, приятно провести время с коктейльчиком. Отель очень активный. Очень много проходит вечером различных увеселительных мероприятий, вечеринок, пати различные. И вот, в частности, здесь у главного ресторана играет вечерами диджей. Друзья, вот так накрывают романтические ужины в отеле Длевакара на берегу океана. Тут целая такая красивая композиция с подсветочкой. Очень красиво. Нельзя снимать, извините. Нельзя снимать, потому что это приватная зона. Там гости заказали себе, да. Вот. И вот так вот вечером ночью подсвечивается мостик, который соединяет два острова Диро и Майден. Мостик 700 метров. Красиво. В отеле есть услуга подготовки номера к основу. Выглядит это вот таким образом. Мы ушли на ужин. Немножко здесь был беспорядок, потому что торопились, вещи были разбросаны. Приходим сейчас, а у нас все вот так аккуратненько сложено. Вот так вот уголочки откинуты, одеяльцы, подушечки взбиты. Вещи аккуратненько сложены. Я уходила немножко, тут у меня был беспорядок, очень спешила. Вот сейчас прихожу. У меня вот тут вот так аккуратненько вещички все сложены, все аккуратненько. Водичка приготовлена на ночь. Вот такая вот красота у нас здесь. Запракаем сегодня на острове Диро. Это главный ресторан. Здесь проходят завтраки, обеды и ужины по системе шведского стола. И давайте покажу вам, какая здесь красивая обстановочка, где находится данный ресторан. Посмотрите, какой у него красивый панорамный вид на океан. Здесь же у нас главный бассейн. Посмотрите, как красиво. Бассейн панорамный с видом на океан. Вокруг бассейна лежаки. Есть лежаки вот так вот в мокрой зоне на таком пьедестальчике. Гостям здесь уже приготовлены полотенца, лежаки, зонты. Завтракать можно как в помещении, а можно завтракать вот здесь, прямо на берегу океана. Смотрите, какая красота. Под пальмочкой можно здесь расположиться. И гости, да, могут кушать вот здесь еще в этой зоне. Здесь столики. Кстати, обратите внимание, какая мебель. Мебель вся из натурального дерева. Хорошие столы, кресла. Можно расположиться на диванчике. И давайте посмотрим, что мы сегодня будем есть на завтрак. Сладкая выпечка, круассаны. Это у нас детский стол. Давайте посмотрим, что детям предлагается. Это у нас пудинг, яйцо, скрэмбл, сосиски, овсяная каша и уголочек с зеленью. Листочки салата, редиска, огурчик, помидорчик. Это у нас фруктовая станция. Здесь можно сделать, кстати, по утрам свежелужатый сок из фруктов, которые вы здесь видите. По фруктам давайте посмотрим, что здесь у нас. Папайя, яблочки, персик маракуйя, арбуз, драгонфрук, апельсины. Это станция горячих блюд. Здесь у нас бекон, сосиски, хашбраун, томаты, грибы, яичница с овощами, фасоль и овсяная каша. На этой станции выпекают яйца. Можно заказать себе яйцо пашот, бенедит. Все по вашему вкусу. На этой станции пекут блинчики. Есть уголок индийской кухни. куриные наггетсы. На завтраке есть сота с медом. И здесь у нас разные виды молока. Есть уголок для веганов. А это у нас, друзья, кондиционируемое помещение, где разложены сыры, закуски, салат. Смотрите, сколько видов сыров оставлено на завтрак. Сегодня я вижу рыбку сальмон. Нарезка колбасная. Три вида йогуртов. И станция с салатами. Со свежими огурцами, помидорами, свежие лица салата, редиска, перчик. На завтрак у меня рыбка, лосось, две редиски, йогурт, булочка, кусочек сыра и зелень. В этой тарелочке папайя, две булочки. Одной булочкой я поделюсь с мужем. Кофе, капучино. Посмотрите, какие красивые чашечки, красивая посуда в отеле. И, что очень приятно, свежевыжатые соки. Пожалуйста, все, что вы видите на фруктовой станции, можно попросить, и вам сделают сок. Вот такой у меня сегодня незамысловатый завтрак мальдивский с красивыми видами на потрясающий океан. В отеле Живакара есть гольф-клуб. Здесь гости отеля, которые умеют и любят играть в гольф, могут поиграть в настоящую игру. Но кто тренируется, новички, для них есть вот такой вот гольф-симулятор. Мы сейчас тоже туда с вами пройдем, попробуем поиграть. Также здесь гостям предоставляются напитки. Рядышком есть бар. И, друзья, посмотрите, какие интересные стаканчики гостям предлагаются в данном гольф-клубе. Вот такой стаканчик классный. И шарик воткнут в бачок. Прикольный, да? Место очень классно оборудовано. Зелено здесь. Ну, а мы, новички, сегодня пришли и тренируемся на симуляторе. Сейчас будем пробовать играть. Давай, лупи его. бар на основном острове. Здесь можно перекусить, снеки взять, напитки алкогольные, безалкогольные. И здесь же есть игровая комната, где можно поиграть в настольный теннис, в бильярд. Есть игровая приставка. Можно погонять таблеточку, футбол. И есть вот такая вот игра. Друзья, если вы знаете, напишите в комментариях. Я такую вижу впервые. Вот эта штучка достаточно тяжелая, скользкая поверхность стола. И вот так идет туда. Но смысл игры мне непонятен. Так что, друзья, провести досуг можно вот в этой игровой. Здесь достаточно много разных развлечений. Давайте покажу вам наполнение бара. Спиртные напитки, которые представлены в баре. Солнышко у меня отсвечивает, но я думаю, что видно. И сейчас вам покажу атмосферу данного места. С этой стороны еще вот такая батарея спиртных напитков. Здесь, кстати, экран. Можно посмотреть футбольный матч. Также здесь можно покурить кальян. 8 долларов стоит. Игры настольные здесь для гостей представлены. Это местечко, друзья, скажем так, центр острова Майбин. Здесь находится главный ресторан, бар. вот эта вот игровая комната, бассейн на берегу океана с панорамным видом. Рядышком детский клуб. Ну, а мы, друзья, пришли сюда. Сейчас мы будем отправляться на экскурсию на закате, на встречу с дельфинами. Надеюсь, что нам в этом отеле тоже повезет их увидеть. Сегодня погода солнечная. Уже гоняюсь за этими дельфинами, в котором в отеле все никак не могу их мощно отснять. Поэтому надежда на Джавакару. Друзья, ну что, мы снова на поиске дельфинов. Нам в последнее время это занятие очень нравится, и мы в каждом отеле стараемся поехать на эту экскурсию, посмотреть, вам показать. В этот раз мы едем двумя лодками, поскольку остров большой, желающих посмотреть дельфинов на закате много, поэтому у нас две лодочки. Наша впереди, вторая за нами следует. Плывем на такой вот лодочке, там у нас внизу первый этаж, мы все наверх поднялись, здесь у нас такие вот пуфики, полотенечки, классная такая атмосферка, легкий бриз, погода, кайф. Друзья, мы постречали дельфинов, вон они как классно прыгают, малыши, уууу, классные какие, давайте к нам, к нам, к нам, к нам, уууу, переводку, переводку, вот смотри, вот группа, смотри, какая большая, так много, смотри, какая группа большая, ух ты, вот они, вот они, вот они классные какие, ух ты, давай, давай к нам, ууу, 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 Субтитры добавил DimaTorzok Дельфинчики у нас прямо перед носом. Восьмерочка и такие кренделя тут выделывают. Вообще супер! Очень классная экскурсия, друзья, рекомендую. Обязательно будете в Джавакаре, съездите, посмотрите дельфинов на закате. Посмотрите, какая у нас здесь красота. Итак, друзья, немножечко вам проведу экскурсию по острову. Острова очень зеленые, остров натуральный, натурального происхождения. Будет у вас, конечно же, вопрос возникнет. Куда лучше селиться? На остров Майбен или на остров Диру? Отличаются эти острова тем, что все активности сосредоточены на острове Майбен, на большом острове. А остров Диру, он такой маленький, спокойный. Поэтому, если вы любите тишину, уединение, вам лучше на Диру. А если вы приехали с детками, вы хотите поактивничать, вам нужны развлечения, то тогда можно остановиться на острове Майбен. Размеры острова пусть вас не пугают, потому что, как видите, мы вполне себе спокойненько перемещаемся здесь на велосипедах, ездим с одного острова на другой. Велосипеды достаточно свежие, поскольку отель еще новый, они еще тут не успели состариться. Поэтому кататься на велосипедах очень комфортно, вы легко себе доедете с любой точки острова, куда вам нужно. Плюс по острову курсируют баги, которые вы можете вызвать либо с номера, по номеру 0, либо вы можете написать своему батлеру ватсап, чтобы за вами приехали. Либо вы можете прийти на остановочку, которую вот здесь вот. Сейчас будем проезжать, я вам покажу. Смотрите, какая красивая аллейка. Ю-ху! Друзья, привет! Смотрите, вот, кстати, справа от вас находится остановочка, белый большой зонтик, две скамейки. Друзья, если вдруг кто-то отдыхал в этом отеле уже, потому что отель на самом деле очень популярный, обязательно напишите в комментариях и поделитесь своими впечатлениями по данному отелю. Мне будет очень интересно почитать. Все отзывы я читаю, отвечаю на ваши вопросы. А еще, друзья, в этом отеле я увидела и заметила из растительности сосны. Обратите внимание, смотрите, они с шишками, большие иголки, что, конечно, большая редкость. На Мальдивах встретить сосны, но вот бывает и такое. Представляете, смотрите, какая классная сосна. Ну что, друзья, на этом мой выпуск об отеле Джавакара подошел к концу. Сегодня я уезжаю на новый остров. Друзья, надеюсь, вам выпуск понравился, был полезен, интересен. Если это так, оставляйте свои комментарии под этим видео, ставьте лайки. Для развития моего канала это очень важно. И, резюмируя по отелю, скажу вам следующее, что отель данный подойдет для любой категории туриста. Здесь будет хорошо как семьям, с детьми, так и парам. Потому что остров состоит из двух островов. Один Майбин побольше и поменьше Диру. Если вы приехали парой, вам хочется уединиться, выбираем остров Диру. Если вы приехали с семьей, вам хочется больше активностей, то выбираем остров Майбин. В отеле комфортные номера. Мне они очень понравились. Стильные, красивые. Отель у всего год, поэтому все новенькое, все удобное. Очень хорошие бассейны, как на водных виллах, так и на пляжных виллах. Комфортная глубина. Бассейны просторные, по длине можно плавать. В отеле хороший детский клуб. Он принимает детишек от 4 до 17 лет. В течение дня там проходят различные мероприятия, мастер-классы. Все это оформлено в виде расписания. Можно посмотреть, в какие часы что проходит и прийти заняться интересным, любимым делом. А также, друзья, хочу отметить, какое классное наполнение мини-бара на плане питания Premium All Inclusive. Хороший выбор алкоголя, винный шкаф, бутылочка просека, 2 бутылки белого, 2 бутылки красного вина. В холодильнике пиво, софт-напитки, снеки, чипсы, орешки. И все это, конечно же, бесплатно предоставляется для гостей. Что касается питания. Питание в отеле хорошее, но я своим гостям буду рекомендовать план питания Premium All Inclusive. Во-первых, у вас будет входить шикарный мини-бар в номере. И, во-вторых, вы сможете пользоваться а-ля-карт ресторанами. А питание в аля-карт ресторанах, в данных отелях, это прям особая любовь. Очень вкусно, блюда красивые, изысканные, хорошее обслуживание. Отель очень популярен, до весны практически здесь нет мест. Поэтому, друзья, кто планирует отдых в этом отеле, обязательно бронируйте его заранее. С вами была Оксана Панина, я турагент. Живую работаю в Москве, работаю только онлайн, со всеми городами России и не только с Россией. Если вы проживаете в другой стране и хотите забронировать данный отель или какой-либо другой, вы также мне можете об этом написать в WhatsApp. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. Ну, а я вам спешу напомнить, что теперь все мои ролики можно посмотреть на других площадках, таких как ВК-видео, Рутуб и Дзен. Друзья, ну что, будем прощаться. Мы уезжаем сегодня в новый отель. Всем пока-пока, до новых встреч. Не переключаемся. Следующий отель, мы плывем на лодочке. Вот такая вот комфортная. Живакар у нас провожает. Машет нам ручкой. Пока-пока, Живакар. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok